Вряд ли вы догадаетесь, в каком уголке Крыма мы сегодня оказались. Ну, как видите, место холмиста, и вообще мы находимся практически в субтропическом лесу. И живет здесь человек, главное счастье которого в том, чтобы заботиться об этих экзотических растениях. Где эта улица, где этот дом, и где этот сад с заморскими растениями? На одной из феодосийских улиц. Ведет эта улица за границу города, высоко-высоко на Крутой Холм, с которого открываются живописные виды на древнюю Кафу и побережье. И так сразу и не подумаешь, что за скромными воротами вам может открыться необычный питомник, где редкими окажутся крымские сосны, груши или яблони. А правят в этом лесу экзотические Зизифус, Хурма и Азимина. Последнее название может и вовсе мало кто слышал. Но теперь мы вас познакомим. И с необычными деревьями, и с их хозяином. Он, наверное, один из немногих людей, кто посвятил свою жизнь этим удивительным растениям. Меня привезли. Мне 10 лет было. Папа у меня фронтовик. Две войны прошел. Финскую войну. Блокаду Ленинграда. Здоровье, естественно, какое. И суставы. На стену, мама говорит, лес от боли. Ну и приехал в санаторий в Саках. Подлечили. Понравилось ему. А потом есть земляк его здесь, на нашей улице. Леня приезжает, значит, вот там в гости. А потом его подбил. Вот тут у нас. Это времяночка была такая. И фундамент домика маленького. Ну и вот подбил батюшу, чтобы он купил это. За сталинскими деньгами 9 тысяч рублей. Хрущевскими 900 рублей. Но если бы посмотреть, вот что тут раньше было, вот в 57-м году, тут же ничего не было, Оленька. Вот здесь вот, если посмотреть, в овраге несколько кусиков и три тополя. Вот здесь, в некоторых местах, трава вообще не росла. А город был в три раза меньше. Большинство людей, конечно, я считаю, что они любят море. Оно перед глазами. Я в школе учился на Большой перемене 20 минут. Перемену. Бегал море купаться. Мы же не занимались тогда. Воды не было. Машинами воду возили. Бассейн выкопали, понимаете. А потом некогда было земледелием заниматься. Я заводы строил. Устроился наладчиком. Заводы строил. Наладчик по электрооборудованию промышленных предприятий. Приезжаешь домой в 6 часов. А в 7 часов свидания уже, так? Когда мне было садом-огородом заниматься? А субботу-воскресенье с девушкой, понимаете. Целую неделю я не видел. Только с ней заниматься, правильно? Или ищешь очередное там. Это жизнь, правильно? А потом, когда Союз рухнул, заводы не нужны. Станки новые отправляют за границу. Работы не стало. Начал потихоньку. Помидоры, огурцы стали выращивать. Деревья, понимаете. Я, знаете, продавал саженцы там. А я же это крестьянской породы. Мои все предки были крестьянами. Земледелием занимались в Архангельской области. А потом, значит, есть люди, которые убили себе вот это подсознание. Но я же сам-то моряк профессиональный. Я в Ленинграде мореходное училище за 8 лет ходил в море, в Мурманском трофлоте. Самый крупный флот в Советском Союзе был. Юрий Богдановский ловил рыбу у берегов Африки, Северной Америки. Именно оттуда родом многие растения, посаженные в этом саду. Теперь большинству из них несколько десятков лет. И живут они здесь, на крутых склонах. Вполне счастливо. Несмотря на то, что их настоящая родина так далека. Ну, этот сад меня кормил. И моих потомков будет кормить. У меня как бы там такое ощущение было, что вот это сейчас лес. Посмотрите, мы же в лесу находимся, правильно? Смотрите, в лесу. А потом я иду, я смотрю на них, знаете, как вот на живые существа. Сколько этим деревьям? По 28 вот этим лет. Они же, я все время слежу за ними. Раньше перекапывал, удобрения вносил, обрезку, деревья забирайся. Они как друзья наши, правильно? У меня большинство деревьев в саду субтропические. Вот есть груша бедная, которой уже, значит, лет, наверное, под 50 с лишним, так. Она уже старушка, вот, уже вырожай плохое. А вот тут хурма. Вот семена упали у меня тут, вот выросла дикая хурма. Я взял, привил. Вот это королек так называемый, который везде мы знаем. А это мой сорт, который я автор, у меня документы есть. Вот, гора Гаверла. У меня три сорта. Вот, значит. А так как я, меня газетчики называют, горец, статья была, они походили там, ну, горец туда. Ну, я думаю, так она же в горах выросла. Это вот эта в горах, родина ее. Вот здесь вот место, горы. Вот. Вот эти сорта. Так и горами и назову. Гора Гаверла – это самая высокая гора на Украине. А гора Романкош – это наша самая крымская гора, высокая. Да. Вот. А гора Роджерс – это в штате Виргиния, в Соединенных Штатах. Там, значит, в этом штате гора Роджерс, самая высокая. Плот он, он еще не созрел, конечно. Вот. Вот он еще, ему два месяца висеть. Вот это весь сентябрь, какое два месяца. Да, вот в сентябре, в ноябре, где-то в начале ноября собираем. Сорта хурмы всем по вкусовым качествам чем отличаются? Ну, по срокам созревания немножко. Ну, в основном они где-то вот лесть начинает желтеть в конце октября, ноября. Вот тогда и собираем. Они отличаются, во-первых, размером, так? Вот. Одни более сладкие, сахаристые. Одни дольше лежат, другие меньше. Я автор этого сорта назвал этот сорт, значит, гора Романкошина. Вот сзади, за спиной дальше, гора Гаверла. А там Романкош, вот три сорта. Ну, это самые лучшие сорта. Ну, это как мед. Вот, что привозят, это с востока там, она хорошая, но такой сладости нет. Потому что она же гибрид. Она от матери своей, виргинской хурмы, унаследовала очень сахаристость. А от отца унаследовала, значит, вот, размеры покрупнее. Она, значит, экологически чистая. Как правило, не болеет, значит. Второе, значит, она, значит, это лекарственное растение. В ней много железо-йода. Потом сок хурмы подавляет развитие салмонилы и стафилококка и возбудителей пневмонии. У кого, например, повышена кислотность желудочного сока, кисло ему нельзя. А в хурме нет кислот. Таких, понимаете, вот. Ну, и то, что я ж не говорю, что она вообще красивое дерево. Вот, если, например, можно не собирать ее до Нового года. Вот. И снег идет, понимаете, так. И солнце светит, они как фонари горят, понимаете, красивые, так. Кроме хурмы, которая за последнее время обрела в Крыму статус почти местной культуры, во владениях Юрия Евлампевича можно увидеть и привычные нам растения. Некоторые, например, виноград как раз созрели. А вот инжиру и гранату еще только предстоит давать урожай. Смотрите, вот этот виноград, вот этот виноград, он ранний сорт. Очень мускат янтарный. Я вот сейчас уже набрал там эту миску, мы сейчас попробуем. Вот. Но само слово мускат уже сразу приятные ассоциации, правильно? Уже слюнки текут. Мускат, мускат. А второй янтарный еще, понимаете. Вот. Но у меня вот в чем особенность винограда? Вот как-то получилось, как бы не сглазить, я никогда химикатами никакими не обрабатывал. Ну так получилось, не болеет практически. Вот этот сорт, например. А вот там мускат Италия, он очень нежный, это эталон вкуса. У него оценка в баллах 5. Но он, значит, для нашего региона, он как бы ему здесь немножко холодновато. У него он поздно созревает, это для южного берега Крыма, для Ялты, там, Алуштын, судаке может быть расти. Но до чего вкусный мускат этот, эталон, говорю. У него попался котенок. Этот я его назвал, этот, как его, мурзик. Вот только возьмешь, уже сразу мурлыкает. Да, он мурлыкает. А другой нет. Вот этот нет, не такой. А этот мурзик. Ну это котик мурлык. Мурзик, да. Мурзик. Аккуратненький, чистенький такие. Он по винограду не ползает у вас? Нет, от соседов. Соседа там кошка есть. И вот она сюда котать принесла, там, занимайтесь им. Она еще нарожает кошки. Кошки-то быстро родятся. Так вот виноград. Да, он поздний, он где-то вот чуть ли не в начале ноября созреет. Но вот он болезненный очень. Очень болезненный. Но главное, виноград меньше болеет всегда, когда он выше над землей находится. И когда, значит, проветриваются грозди, и когда рядом, вот здесь рядом никто виноград не выращивает. Я когда заинтересовался инжиром, значит, я и на южном берегу Крыма черенок срежу где-нибудь, Феодосий. Но все оказалось, где вот я там набирал, это все побарахло на фиг. А потом я с батынишком садом подружился. Вот. И там брал настоящие хорошие саженцы. Вот это вот сорт. Единственное, вот из путевых сортов привезли женщина из Сухуми. Вот. Но я только сомневаюсь в батынишком. Как он называется? Ну, называем зеленый, значит, вот. Он, чем хорош, на дереве засыхают, вяливаются плоды, чем вкусные, полусушеные. И он немножко позже идет, чем вот эти вот. Но вкусный безумно, значит. А почему он у вас так вот стелется? Значит, смотрите, вот. Когда был маленький, маленькая была у меня инжир, его легко было укрывать. А сейчас, смотрите, вот как вот такое дерево укрыть, да? Но тут как получается? Если сильный мороз, вот предположим, то до корня все, незакрытый. А если, значит, мороз слабенький, укрывал зря получается. Ну, вот если уже вертикально, как его буду гнуть? То есть, часть дерева. Будет мороз, ну, часть останется. А не будет дерево, все, дерево останется. Вот видите наклоны, как ее тяжело укрыть, что ли? Оно на земле. Вон тут всяким барахлом, картоном, целлофаном закроешь, и все. У нас же короткая зима, там, один дню-ночь мороз, 25. Ну, вот и варенье сварить, и людей угостить. Ну, вот эта граната, значит, 30 почти лет ему, значит. Он в 2004 году замерз, вот. В 2006 был сильный мороз. А перед этим он 50 килограмм дан. Это сорт очень хороший, его называют акдана. Ну, это белый, там, ак это белый, там, да, ну. Вот, сладкий, хороший. Ну, у нас еще вот некоторые сорта. Вот, они, если вот, например, корот, рано осень приходит, они могут не полностью созреть. Вообще вот гранат, вот, для южного берега Крыма, он там, что-то смотрю, и тоже мало растет. Но гранат даже вообще фактически не оценен. Вот его очень ценят на востоке. Вот, Турция, Иран, ну, вообще на юге, Африка, все там. Вот, например, можно себе представить, что вот гранаты, бывает, да, 18 сантиметров в диаметре. Ну, такие большие. Да больше, я, по-моему, если я не ошибаюсь, 15 сантиметров в диаметре трехлитровой бутыли. Ну, да. 15, 15. А тот 18. Сложно себе представить. 18, да. Там вот в Азербайджане, вот, и у них там, значит, граната очень хорошо растет, они сюда же привозят, там, вот, наводняют, как говорится, рынок. Кило 700 было в прошлом году, по телевизору показывали. Потом листья граната, листья, они еще, значит, как чай можно использовать. Вот этого я не знала. Да, он тоже, ну, кстати, многие растения, мы не, вот, там, чай берем, там, в пакетиках, он тоже, тоже можно использовать. Раньше народ, листья липы, там, всякие мяты, вот. Теперь будем знакомиться с самыми редкими и необычными растениями. Начнем, пожалуй, с ботата. Да, название знакомое, но кто его мог вот так воочию увидеть на холмистых склонах Феодосии? Вот это растение, ботат, значит, его выращивают в основном в тропиках и субтропиках. Но любители даже под Ленинградом выращивают. Вот, вот если взять, например, это субтропическое растение. Ну, помидоры мы выращиваем на севере, тоже южные растения. Ну, просто рассада, правильно, там. И это тоже рассада, я выращиваю, рассаду сажу, и хватает тепла. Вот, очень было трудно достать этот ботат. В литературе мало было информации, потом, это котята играться любят. Вот, значит, собираем его до заморозков. Ну, если там некогда собирать, ну, копать, как картошка. Ну, вот, легкий замороз, листья уже, ну, клубнем-то что будет в земле, значит. А по вкусу он сродни картофель. Вот знаете что, если сравнить картофель, например, вот это все равно, что вот, вот картофель, вот по вкусу, вот как белый хлеб, буханка, так? Ну, есть можно, а это, как типа, типа, типа есть, вот, например, типа бисквита. Да, вкуснее. Это продукт питания, вот, как картофель. Но я его просто, его много можно блюд делать, но я просто варю его. Варю и ем вареный, как вот картошку мы варим, так? Но дело в том, что у него важное свойство, это, вот, например, посленовые, помидоры, они аллергены, понимаете? Может, даже человека не чувствуют, но аллергия как-то может, а это семейство вьюнковых. И он, значит, вот, никакой не аллерген. И во-вторых, значит, у него много органического кальция, который нам костям надо, понимаете? Вот, и потом, значит, и калорийность его выше. Ну, вот почему я так много говорю? Ну, какой, к черту, картофель, адская жара, сдохнет все. А этот, тут будет 45 градусов, 50, и ему кайф надо. Только поливать надо, воду любит. Ничего, что эти звери? Да ничего не, господи, что там это, что будет? Им тоже нравится батарея. А что с ним будет? У него там корни, понимаете, эти листья. Даже, кстати, его используют в салате можно. И вновь о крутых склонах. Жара тут стоит невообразимая. По крайней мере, так было, когда мы приехали. Значит, с водой тут могут быть проблемы. А как же тогда заниматься садом? Есть свои небольшие хитрости. Тут раньше, вот в этом месте, значит, вот такой, как бы, крутой склон был. Ну, эти раз и сделал. Что, как на склоне, аж вода стекает все правильно. Ну, эти раз, как вода остается, понимаешь. Вот мальчируй землю обязательно, влагу надо сохранять. И даже за забором можно таскать оттуда траву. Потому что борьба за влагу. Вот, если воды нет, то ничего и нет. Вот пустыня будет. Вверх и низ участка, я так где-то прикинул, метров 20. Вот раньше был ручей тек. А сейчас период засухи. И тут у меня лягушки квакали. И ручей круглогодично тек. Ну, вот, например, в сентябре-октябре мало. Но было что-то. А сейчас ничего нету. Все засохло. Лягушка одна живет в одной ванне, другая в другой. А это не тяжело вот так вот изо дня в день по горам-то этим сказать? Знаете, значит, во-первых, мы натренировались с детских лет. Все тяжело. Если мужик здоровый, понимаете так. А как же горцы на Кавказе живут? Муж говорит, пойду, говорит, сигареты куплю. Она говорит, не лень. Да подумаешь, 300 метров вверх-вниз. Горай, у нас небольшая, 300 метров. А у нас тут вот 80 всего. Двигаться надо. Сердце лучше, чтобы работало. Помогать ему правильно. Движение-то жизненное. Зато на этих склонах как-то очень дружно уживаются. И бамбук, и крымские сосны, и даже совсем незнакомое нам адамово дерево. Я северный человек, архангельский, генетический. А мы жили под Ленинградом. Маленький этот был. А папа говорит, сынок, пойдем, какую сосенку, березку выкопаем в лесу. Выкопали, посадили. Сейчас отъезжу. А им там уже этим деревьям по 60 лет могучее. Этим 33 года. Это когда мне сейчас такая формуляция, архитектор, сополком. Юра, зачем тебе в сосна, значит, посади плодовые. Так я говорю, не так их плодовые 200 штук. Сосна красива. Белочки тут с леса забегают. Климат создает, правильно? А говорят, полезно, значит, вот подойти обнять. И оно, как говорится, в душе что-то такое хорошее происходит. Энергетика. Я вот в этом деле особо в деталях не знаю. Но говорят, полезно. Дерево так подойти. Тем более, оно меня знает. Я удобряю, поливаю. Выращиваю бамбук, он мне спрашивает, а для чего? Ну, а для чего мы красоту любим? Разве не красиво? Конечно. На востоке, там, Япония, Китай, это вообще, конечно, на дворе считается. Он строительный материал хороший. Раньше лыжные палки делали в удилище. А сейчас подпорки помидором делаем, понимаете? Они мне по пять метров. Ну, вот это растение называется виток священный, аврамовое дерево. Заменитель черного перца. Используют его, значит, для ароматизации, там, вот, блюд мясных в основном, значит. Ее еще называют монашеской ягодой. Одни считают, что монахам, чтобы они не думали о женщинах, понимаете, добавляют, убивают. А другие, говорят, наоборот, стимулируют. Красиво, ароматично, приятный запах очень, понимаете? Главная экзотика здешнего субтропического леса – это азимина. Пожалуй, самое необычное дерево из всех, что можно увидеть в целом мире. И нам очень повезло с тем, что ее плоды как раз начали созревать. И нам удалось на себе испытать все разнообразие смешанных в ней вкусов. Это азимина трехлопастная. В Северной Америке привезли. Будем вам плоды попробовать. Это только, тут небольшое еще, только один-два плода. Там есть дерево, которое уже мне по 20 лет. Но плоды такие вкусные, я их в жизни никогда таких не ел вкусных. Люди, которые в Америку ездят, с ботанического сада, общаются. Они говорят так, что если человек в течение месяца поез этот азимину, ну и называют там банан-прери, банан-хаусер, бедного человека, потому что там человек идет, они лежат уже. А не надо на дереве, они как созрёй, падают. И вот в лесу лежат на листьях. Год будет здоровым, если месяц поест на. Газета Кафа местная, она, значит, каким-то городком, значит, там, по-моему, какой-то в Индиане, что ли, они как-то относят дрожжи. Вот это она привезла зизикуса, у этого азимина, несколько сортов. Я вот назвал это дерево «Южный ветер». А почему так интересно? А почему? Потому что юг вот там, оттуда ветер дует. Вообще, каждое дерево, по идее, должно иметь имя. Ну а как же, если он мой друг, товарищ, понимаете, так? Конечно, все, у меня 200 деревьев, конечно, тут каждого не назовешь, но вот иду, вот это я, у меня, значит, далекая земля, значит, вот, я так прикинул. Это тоже азимина? Да, да, вон плоды висят, вот. Но она первый год только плодоносит, видите? Слушайте, необычная такая форма этих плодов. Вот, знаете, азимина, сейчас вот, если вы хотите, значит, записать, значит, самая крупноплодная культура в Северных, в Соединенных Штатах Америки. Значит, у кого, если она будет хорошо расти, он ее полюбит всей душой. Ну, плоды настолько вкусные, понимаете? На что-то похожее? Ну, по ней, если там описать, значит, вот взять, например, домашнюю сметану, густую такую, вот, в миксер, значит, положить туда, потом бананы, значит, туда, типа ананасов, фейхуа, вот все это смешать, вот эту пульпу, и потом еще такой хвойный аромат у них, хвойный. Это вот я, например, я в море ходил, хорошие напитки там, мы же покупали за границей, все. Вот джин такой есть, водочка, приятная такой, хвойный такой. Аромат такой, джин. И вот у нее такой хвойный запах приятный. Ну, в общем, мне нравится. Целая палитра вкуса. Может, кому-то не нравится, понимаете? Ну, мне нравится, людям давал, попробуй, тоже нравится. Вот, ну, некоторые не знают, что там, что она вообще существует. И как ее есть? Прямо вот братья есть? Ну, вот я же вам почистил, конечно, есть. Семя там вот, выплюните и все. Я саженцы продаю. Надо желание загадывать. Впервые в жизни я им Азимины. Вот, загадываю желание, чтобы Азимины в Крыму было много. Ну, в Сочи их по 250 рублей продают. Не, ну, вот никогда таки... Очень вкусно, необычно вкусно. Да, да. У нее богатый такой вкус. Так, ну вот, кто тут у нас. Да, классно. При всем уважении к полезным свойствам и невероятному вкусу Азимины, надо сказать, что в этом лесу правит балом зизифус. Здесь несколько десятков деревьев разного возраста и разных сортов. И в определенной степени для Юрия Богдановского именно зизифус стал толчком к изучению и выращиванию остальных экзотов. Вот он. 30 лет ему, этому дереву. Самое первое дерево, которое я привил. У меня было дикий, я принес дикий синий. Вот. И привил. Это очень хороший сорт. Он у нас считается самым главным в Крыму. У него комплекс положительных качеств. Вот просто для потребителя. Он, во-первых, ранний. Вот буквально через месяц уже на рынке могут появляться плоды. Вот. Потом, значит, у него универсальное, значит, применение. Он и для еды очень хорош, сладкий. Вот. Вот. Он, значит, крупный. Вот. При очень хорошем для сушки. Он даже может на дерево засыхать, а потом потрясут его и собирают сушеные. В мешки складывают. Завезли его сюда. Лет сто назад, наверное. А, в 1953 году. Дар одного великого вождя другому. А дар Мао Цзэдуна товарища Сталин. В 1953 году. Ну, так вышло, что товарищ Сталин не успел оценить это все. Все это дело. Вот. Потому что это одно из достижений китайской цивилизации. Он растет в диком виде. Начиная, вот, можно сказать, вот от Китая туда, вот, восточной части, до самых геркулесовых столбов. И он еще повышает умственную и физическую работоспособность. И должны употреблять все люди, которые, спортсмены, перед соревнованиями пройти курс оздоровления. И причем, ну, мягко выражаясь, легкий такой допинг природный. А после соревнований, значит, восстанавливать жизненные силы. А всем нужно повышение умственной и физической способности. А кому не надо? Всем надо, правильно? Все хотят быть здоровыми и счастливыми. И главное, что у нас все для этого есть. Надо только беречь природу, заботиться о тех, кто рядом, любить жизнь и осознанно подходить ко всему, что ты делаешь. С меня 72 года, вспоминая, как столько в жизни, сколько ошибок сделал, думаю, ну, что же я столько ошибок сделал? Ну, я знаю, почему. Потому что не учили нас. Учение свет. Папа у меня три класса образования было. Мама тоже, значит, проблемы. Войну прожили, понимаете. Калечины физические. Мамаша все вспоминала бомбежки там, вот это все. Голод, понимаете. А мы сейчас вот живем, вот мы не ценим многие люди. Мы живем как в раю настоящий. Ну, я ценю то, что есть. Живой встал сегодня утром. Вы приехали, вот. Доченька сегодня вечером придет, понимаете. Много хорошего, правильно. Ну, вот счастье, значит. Счастье, в общем-то, по большому счету, я вот на моем, это когда человеку хорошо. Вот хорошо ему, правильно. Он смотрит. У него дети, внуки есть, правильно. И женой там вот 50 лет отмечает. Прекрасно, правильно. Вот. И что много хорошего сделал. Занял место в обществе достойное, правильно. А то, что деньги, например, деньги это не самое главное. Это средство, чтобы быть счастливым, правильно. А если денег много, а счастья нету, правильно, получается, что, ну, что деньги, счастья не купишь, правильно. Ну, вы сами знаете, все мне воссвящено. Субтитры создавал DimaTorzok